Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события. В студии Светланы Кудрявцева я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. Крещенское купание состоится. На полевом спуске обустраивают прорубь с соблюдением всех мер безопасности. Отлов, стерилизация, возврат в городскую среду. Как в Самаре организован контроль за безнадзорными животными. Как преодолеть постпраздничную хандру и правильно настроиться на рабочий лад, спросили советы у психологов. В Самаре разбираются в причинах ЧП. Сегодня в шестом часу вечера в коммерческом помещении на первом этаже жилой пятиэтажки по адресу Авроры 181. В результате строительных работ обрушилась стена. Один мужчина погиб и еще один пострадал, сообщают в региональном МЧС. По информации спасателей, расселение дома не требуется. Дальнейшей угрозы обрушения здания нет. Крещенские купания в Самаре состоятся с соблюдением всех санитарных мер. Об этом стало известно на заседании городского штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Официальная купель будет одна на полевом спуске. Сейчас там образовалась безопасная толщина льда 35 сантиметров. Территорию оснастят палатками с отоплением и скамейками. Для желающих согреться будут раздавать чай. На месте проведения купания организуют дежурство сотрудников правоохранительных органов, медицинских работников и бригад спасателей. При пяти храмах города также оборудуют купели и обязательные условия соблюдения дистанции масочного режима. Особое внимание уделят несанкционированным местам купания. Чтобы у нас не было несанкционированного купания, предусмотреть, потому что начнут сейчас пилить лед. Под каждым спуском, где несанкционировано есть, чтобы у нас не получилось. Я бы попросил обратить на это строжайшее внимание. Поэтому надо эти все места точно смотреть и не допустить вот этого несанкционированного купания. В Самарской области продолжается вакцинация медиков, соцработников и педагогов против новой коронавирусной инфекции. Через три недели после первой прививки проводится ревакцинация. Всего в регион уже поставили более 11 тысяч доз вакцины, где в Самаре сделать прививку узнала Лариса Шалафаст. Делать прививку или нет вопрос не стоял, рассказывает Оксана Ершова. Своевременно вакцинироваться профессия обязывает. Оксана работает медсестрой кабинета неотложной помощи. Все равно себя защитить-то. И в голове уже будут мысли-то материализоваться у нас. Пускай я буду под защитой. Вакцинация от коронавируса проходит в два этапа с минимальным промежутком. Второй компонент – вакцины нужно ввести через 21 день. Прежде чем сделать прививку, человек должен пройти экспресс-осмотр. Проходит меряю давления, температуру, пульсоксиметрия – это сатурация уровня кислорода в крови. Соответственно, терапевт смотрит наличие хронических заболеваний. Самое главное, чтобы их не было в тот момент, когда вы прививаетесь, и не было повышения температуры. Вакцинация проводится добровольно и бесплатно. Всего в регион уже поставлено более 11 тысяч доз. В первую очередь прививки получают группы риска – медицинские работники, педагоги и соцработники. За период праздничных каникул вакцинацию прошли более 3700 жителей региона. Суть вакцинации в том, что в организме человека формируется стойкий клеточный и гуморальный иммунитет. Наличие иммунитета позволяет ему уже на первых этапах взаимодействия с вирусом побороть его и не дать ему распространиться в организме человека. И самое главное – это не развить инфекционные осложнения, такие как пневмония, отек легких. По поручению президента Владимира Путина со следующей недели в стране начинается массовая вакцинация населения. Самарская область готова к проведению прививочной кампании. В регион доставлена очередная партия вакцины ГАМ-КОВИД-ВАК – 4,5 тысячи доз. Сейчас она уже доставлена в медицинские организации. Подробную информацию о том, где и как сделать прививку от коронавируса, можно в поликлинике по месту прикрепления полиса ОМС. Лариса Шлафаст, События. Отлов, стерилизация, возврат. Власти города работают с безнадзорными животными в соответствии с новыми требованиями закона. С января прошлого года все бездомные животные должны не менее 20 дней содержаться в приютах. В Самаре такой приют появился в прошлом году при поддержке администрации города и был отстроен инвестором всего за полгода. У бездомных собак наконец появился шанс обрести хозяина и даже пройти медицинское обследование. Как хвостатым ищут друзей, узнала Ольга Павлова. Еще не рычит, но уже намекает, не подходите близко. Этот алабай не так давно остался без семьи. Его сдали в приют, когда по прошествии семи лет пес начал проявлять сильную агрессию. Собака шикарная вообще. Это настоящий алабай, как вы видите, очень красивый, но он агрессивный. То есть он нападает на людей. Таких собак, как правило, сложно пристроить. Да и берут в основном маленьких щенков. Все как у людей, как в настоящем детском доме. Обычно эти псы остаются в приюте на всю жизнь. Но алабай счастливчик. Забрать его пожелали сотрудники одного из охранных предприятий Самары. Шанс найти новых владельцев есть у каждой собаки. Информационную поддержку оказывает администрация города. Также в поисках хозяев для брошенных животных помогают волонтеры. Забрать домой можно любого из четвероногих. Для этого достаточно позвонить в приют и обрести друга. Есть желание. Возможно сказать, для каких целей. Для детей, для охраны, еще что ли. Животные находят короткое количество времени. Даже за короткое количество можно определить его тип. То есть энергичные, неэнергичные, спокойные. Как относятся к людям. В соответствии с законодательством с января прошлого года все безнадзорные животные после отлова должны некоторое время содержаться в приютах. В Самаре при поддержке администрации города такой появился в прошлом году. Приют работает по схеме отлов, стерилизация, возврат. После отлова животные проходят обязательно 10-дневный карантин. Вакцинацию от бешенства и стерилизацию. Те животные, стерилизованные, которые не проявляют немотивированной агрессии после всех этих манипуляций и им ставится еще метко на ухо в виде клипсы, возвращаются в городскую среду. В приюте остаются только агрессивные особи, собаки до своей половозрелости и самки со щенками. Такая методика позволяет не только регулировать численность безнадзорных животных, но и снижает процент особей, способных к размножению. Заявку на отлов нечипированных бродячих животных может оформить любой житель Самары. Ее необходимо подать в департамент городского хозяйства и экологии по телефону или электронной почте. Номера и адреса указаны на сайте департамента. Следует отметить, что при подаче заявки необходимо указывать конкретный адрес отлова. Лицо, которое подает заявку, указывает свои фамилии, имя, отчество, адрес, контактный телефон, если есть необходимость, и приметы той собаки, которую необходимо отловить. Средства на все необходимые процедуры поступают из областной городской казны на условиях софинансирования. Контракт на отлов и содержание заключается с подрядной организацией по итогу торгов. Ольга Павлова, Константин Головин. События. Построят детский сад и отремонтируют дороги. Жители поселка Братьев Кузнецовых обратились к депутату Госдумы Александру Хинштейну с просьбой помочь развить социальную инфраструктуру в микрорайоне. Какие пути решения вопросов предложили жильцам, расскажет Гульфия Сафина. От Тухачевской до Карла Маркса. О том, что здесь раньше располагался частный массив, говорит только название микрорайона, поселок Братьев Кузнецовых и одиночно сохранившиеся деревянные дома. Активная застройка высоток обещала радужное будущее новоселам. Но пока запросы по развитию инфраструктуры у жильцов еще остаются. Сегодня их рассмотрели совместно с районной администрацией и депутатом Госдумы Александром Хинштейном. Усадик действительно нас бы устроил, потому что решить вопрос для молодых семей, которые могли бы отдать детей туда и выйти на работу, это тоже было бы очень важно. Согласен полностью. Более двух с половиной тысяч квартир. Основной контингент – молодые семьи с детьми. Наличие дополнительных соцучреждений было бы не лишним, считают жители. Во многих густонаселенных районах тема нехватки социальных учреждений стоит очень остро. Я с этим сталкиваюсь как депутат регулярно. Ну и жители тоже понимают. Есть свободный участок 60 соток. Этот участок была попытка передать как компенсационный под решение проблем мантых дольщиков. Однако город с этим не соглашается. И я полностью здесь позицию главы города поддерживаю. Детский сад здесь нужен. Еще один запрос жителей поселка – улучшение дорог в микрорайоне. Данный пункт уже заложен в смету бюджета районной администрации на 2021 год. Обе проблемы имеют решение. На сегодняшний день есть участок, на котором возможно строительство детского сада. И, в общем-то, город на этом настаивает. Город в этом заинтересован. И это предложение город направил в Министерство строительства Самарской области. Проблема с дорогами, она более локальная. Это уже зона ответственности районной администрации. Ну, тоже план мы выработали определенный с жителями. Сегодня прям буквально его согласовали. Уже в этом, в 2021 году мы начнем ремонт этих дорог. В этом году запланирован ремонт по улице Киевской, в 2022 и 2023 по проспекту Карла Маркса и улицы Дачная. После встречи с властями Дмитрий Тимонин признается – диалог состоялся. Я доволен сегодняшним визитом. На наши проблемы обратили внимание. Я понимаю, что есть какое-то желание решить. Предложенный план, он, конечно, дает надежду, что мы сможем решить эту проблему. Будем надеяться, что она будет реализована. Гульфия Сафина, Григорий Плешаков. События. Жителей Самары приглашают к участию в отборе общественных территорий города, которые благоустроят в 2022 году по программе формирования комфортной городской среды. На основе собранных предложений будет сформирован перечень общественных территорий для рейтингового голосования. Предложения для благоустройства принимаются с 15 по 25 января. Напомню, в прошлом году благодаря национальному проекту в Самаре преобразились сквер Овчарова в Красноглинском районе, сквер Александра Невского в Кировском районе, сквер Речников и Ерик Парк в Куйбышевском районе, бульвар по улице Мичурина, а также сквер по улице Авроры. Предложить пространство для благоустройства можно, позвонив по телефону, номер которого указан на экране, либо оставить информацию на официальном сайте Департамента городского хозяйства и экологии администрации Самары. Министерство финансов России объявило о начале скупки иностранной валюты. Минстрой готовит законопроект, который подразумевает ужесточение контроля за рынком арендного жилья. После заморозки цен на сахар и подсолнечное масло небольшие и средние торговые сети столкнулись с проблемами при закупке этих продуктов. Обо всем подробнее в нашей рубрике «Новости экономики». Здравствуйте! Вы смотрите «Новости экономики». Расскажу о них я, Виктория Шаре. Доллар упал на 0,74% до 73 рублей 52 копеек, а евро снизился на 0,54% до 89 рублей 78 копеек. Об этом в четверг, 14 января, свидетельствуют данные Центробанка России. Биткоин сегодня стоит 37 873 доллара. Министерство финансов России объявило о начале скупки иностранной валюты. В период с 15 января по 4 февраля на это потратят более 106 миллиардов рублей. Это сумма, которую рассчитывают получить за продажу нефти и газа. Покупка валюты повлечет за собой ослабление рубля. В последний раз Минфин покупал валюту 10 месяцев назад, после чего для поддержания курса продавал ее. В общей сложности за это время объем продаж составил 947 миллиардов рублей, в том числе использовалась валюта из фонда национального благосостояния. Что касается цены на нефть, то за последние недели рублевая стоимость барреля Brent резко повысилась, вернувшись в коридор 2019 года в 3700-4400 рублей. Был обновлен 12-месячный максимум, и сейчас показатель находится около отметки 4100 рублей. Тем самым рубль нивелировал переоцененность к нефти, наблюдавшуюся на протяжении большей части прошлого года, что сдерживало его от укрепления. Поэтому теперь он будет более активно повышаться вслед за ростом нефтяных цен и не столь остро реагировать на их снижение. Минстрой готовит законопроект, который подразумевает ужесточение контроля за рынком арендного жилья. Предполагается, что его внесут в Госдуму до конца 2021 года, о чем говорится в документах правительства России. Проект закона должен создать условия для формирования рынка частного наемного жилья. Эксперты отмечают, что он направлен на повышение прозрачности и обеспечение защитой прав арендодателей и арендаторов. Планируется запуск информационной системы учета договоров найма жилья. Именно цифровая платформа может стать основой для всех необходимых сервисов, а интеграция с системами Федеральной налоговой службы упростит процесс начисления и уплаты налогов для собственника. Это были новости экономики. Контролируйте ваши финансы. Далее коротко о других событиях дня. В четверг, 21 января, на улицах Самары появятся новые дорожные знаки. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и автомобильных дорог региона. На участке улицы Маломосковской от Лукачевой до проспекта Масленниково установят знаки 3.27. Остановка запрещена и в 8.24 работает эвакуатор. С табличкой 8.55 время действия с 22.00 до 6.00. Это необходимо для качественного выполнения работ по содержанию московского шоссе, в частности, своевременной уборки снега с улицы. В Самарской области 300 метр работников дефицитных специальностей получили подъемные. Об этом сообщили в Региональном министерстве здравоохранения. Для медицинских работников, приступивших к работе по наиболее дефицитным специальностям и готовых отработать в государственном учреждении здравоохранения не менее трех лет за счет средств областного бюджета предусмотрены выплаты в размере 166 тысяч рублей. Подрядчик заплатит за некачественную реконструкцию набережной. Арбитражный суд Самарской области постановил взыскать СОО «Автодор Инжиниринг» в пользу департамента градостроительства Самары 200 тысяч рублей. Также компания должна будет оплатить госпошлину. Об этом сообщается в картотеке арбитражных дел. Суд решил, что условия контракта при реконструкции четвертой очереди набережной реки Волга исполнителям работ были нарушены. Контракт с подрядчиком на сумму 613 миллионов рублей заключался в 2017 году. А в 2019 по инициативе департамента градостроительства его расторгли. История о Самарской губернии в публикациях репортеров. В областной универсальной научной библиотеке открылась выставка пространства Самарского времени, приуроченная к 170-летнему юбилею губернии. Оригинальные экземпляры газет и журналов 19 века рассказывают о ключевых событиях, в том числе и о торжествах в честь образования новой территориальной единицы. Олег Зверев тоже погрузился в атмосферу позапрошлого столетия. Голос Шаляпина на старой пластинке лишь отдаленно воссоздает впечатление от единственного концерта, который состоялся в городском театре 18 сентября 1909 года. Тогда Федор Иванович приезжал в Самару на могилу матери. А вот то, что об этом писали местные газеты, сохранилось в оригинале. Так же достоверно, как если бы это случилось вчера. Вот приезд Федора Ивановича Шаляпина. Вчера с пароходом общества «Самолет» приехал из Казани в Самару Федор Иванович Шаляпин. Сегодня состоится его концерт. Это газета от 18 сентября. Самара его связана достаточно долгая история. Он здесь бывал и до этого. И здесь была похоронена его мама на Всецвятском кладбище. В той же газете было напечатано интервью. Местные репортеры взяли интервью у Федора Ивановича Шаляпина. Вы его тоже можете посмотреть. Исторические документы, журналы, газеты. От оснований Самарской губернии и до начала 20 века. Первый том экспозиции пространства Самарского времени обнародован в областной универсальной научной библиотеке. О наиболее ярких событиях возложения репортеров современные читатели могут узнать из периодической печати. В том числе и о том, как в Самаре отметили императорский указ о создании новой территориальной единицы. Как, собственно, проходил сам этот день открытия губернии, подробно описал в своих воспоминаниях Егор Никитевич Аннаев. Вот здесь представлены цитаты его, что, конечно же, был отслужен молебен, был крестный ход, который направлялся у нас в дом Маки, как я говорил, где, собственно, было объявлено образование губернии. Там был зачитан указ о образовании губернии, где присутствовали тогда весь, наверное, свет общественности. Почти весь архив оцифрован, и все это можно прочитать в сети интернет. Но эта экспозиция буквально пропитана духом времени. Сюда читатели приходят не за информацией, а чтобы почувствовать атмосферу 19-го столетия. Как говорил Петр Столыпин, в России за 10 лет меняется все, а за 200 лет ничего. И словно машина времени здесь установлен вот этот гарнитур, который позволяет окунуться в атмосферу 19-го века и почитать газеты. Так же, как самарский губернатор Константин Карлович Грот знакомился с утренней прессой и изучал техническую документацию первых уличных скипидарных фонарей. Так получилось, что Самарская областная библиотека была основана в этот же день, только 9 лет спустя. Об этом отдельный стенд, посвященный Петру Алабину. И символично, что выставка открыта еще и в день рождения библиотеки. Первые газеты в оригинале, в печатном виде, что уже сейчас бывает, как раритет считается, той печати, периодической печати, которая начала жить в нашей губернии 170 лет назад. И на этих источниках вы можете увидеть все самые важные события, которые не только для губернии были знаковыми, но и в мировом масштаб имели большое значение. Впереди открытие еще двух томов. Они будут выставлены на обозрение в течение юбилейного 2021 года. В них репортеры отразили ключевые моменты истории Самары Куйбышева в 20 веке, подтверждая известную истину. Событие можно считать состоявшимся только тогда, когда оно опубликовано. Олег Зверев, Максим Гусев, События. На этой неделе школьники вновь сели за парты, а горожане вышли на работу после продолжительных новогодних торжеств. Первая рабочая неделя оказалась полноценной, и некоторые самарцы начали трудовые дни в неважном настроении. Как победить постпраздничную хандру и настроить себя на рабочий лад, Ольга Павлова выслушала советы психолога и пообщалась с жителями Самары. Когда мандарины больше невкусные, гирлянда уже некрасивая, а праздничный гусь еден, приходят первые трудовые дни Нового года. Не сказать, что явление внезапное, но ежегодно оно доставляет самарцам моральный дискомфорт. Я считаю, что слишком длинные были праздники, надо их покороче сделать. Было тяжело перестраиваться, конечно, после праздников включаться сразу в работу. Но постепенно настроились, работаем. Ну а что, Новый год, классно все, работаем. Я обрадовалась, что мы там в школу встретимся с друзьями, и я не знаю, я просто радовалась. Жизнь, она одна, и несмотря ни на что, нужно улыбаться и быть счастливым. Хорошая у вас работа или плохая у вас работа, есть его на трамвае. Как бы то, что всегда нужно относиться ко всему с позитивом. В позитивном расположении духа вышел на работу дизайнер Михаил Трифонов. Еще за несколько дней, до начала трудовой недели, он занялся йогой, длительными прогулками на свежем воздухе и начал принимать чай на основе лекарственных трав. Напиток Миша готовит на работе в обеденный перерыв и угощает коллег. Называет чай энергетиком на растительной основе. В чайник, помимо зеленого чая, добавляются цветы кустарника сагандаиля. В Сибири его называют душистый багульник и характеризуют растением, продлевающим жизнь. Трава, которая растет на Алтае и в Высокогорье. Это так называемое белое крыло, научное название рододендрона Адамса. Спорт, здоровый образ жизни и разгрузочные дни позволили дизайнеру Михаилу Трифонову пережить постпраздничную хандру. Но учитывая разные человеческие психотипы, одного чая на растительной основе может оказаться недостаточно. Кандидат психологических наук Татьяна Никитина рекомендует проживать первые трудовые дни мысленно и настраивать себя на рабочий лад заблаговременно. Здесь очень важно, когда не выходишь откуда, а выходишь куда. Когда я знаю, куда я иду, и мне это нравится, поэтому мне выходить легко. Здесь очень важны три вопроса, которые важно задавать себе. Кто я, куда я иду и зачем. Психологический прием, который позволит выйти из праздничного дзена, прост. Каждый вечер или утро нужно мысленно прокручивать в голове успешные сценарии первых рабочих дней. Вспомнить, к примеру, свое самое грандиозное и счастливое событие жизни. Поймать то ощущение радости и принести его с собой на работу. Специалисты уверены, вас ждет успех. Нужно брать и делать. И у нас всегда есть выбор, либо мы будем страдать, либо мы будем себя приводить в какое-то ресурсное состояние. Потому что мы будущее создаем состояние. Психологи утверждают, чтобы полностью влиться в рабочий процесс, человеку нужно максимум две недели. Так что уже к концу января каждый из нас почувствует себя намного лучше. А там и до весны недалеко. Ольга Павлова, Николай Епифанов, События. В Самаре стартовал турнир «Золотая шайба-2021». Чемпионы и призеры будут известны в конце января. Победители сразятся за медали областного этапа. Кому повезет, тот поедет на всероссийский финал. В Самарском турнире участвуют 14 команд по трем возрастным категориям. Смотрите эксклюзивный репортаж Сергея Кизоркина. Дмитрий Десятов на тренерском мостике первый сезон. Его пригласили руководить командой «Меридиан» после ухода из жизни легендарного наставника Владимира Петровича Боровикова. Десятов – его ученик. Он не раз становился призером турнира «Золотая шайба». Теперь планирует завоевать медали уже как тренер с командой десятилетних хоккеистов. Мы ребятам рассказали, что такое «Меридиана», что такое команда «Меридиана», какие у них были награды, какие у них были заслуги. Как бы ребята все в курсе, что это будет за турнир, какая важность этого турнира. Вот, поэтому ребята настроены хорошо. В первой игре городского турнира «Золотая шайба» 2021 года встретились команды «Меридиан» и «Авиатор». Матч прошел в равной и интересной борьбе. Фортуна оказалась на стороне «Меридиана». Хоккеисты со 116-го километра победили со счетом 4-0. Руководитель департамента спорта напомнил, что эти соревнования – кузница хоккейных звезд мирового масштаба. Например, самарец Семен Варламов из «Энхейл» тоже начинал с турнира «Золотая шайба». Я уверен, что те дети, которые показывают высокий класс на этом льду, все они могут стать настоящими профессионалами, достойными уровня Овечкина и иных мировых звезд хоккея. В этом году за «Золотую шайбу» в Самаре будут сражаться на льду 14 команд в трех возрастных категориях. Несомненными лидерами турнира считаются старожилы любительского детского хоккея, команды «Меридиан», «Сатурн» и «Чайка». Слова благодарности всем тренерам, всем руководителям, кто находит возможность сохранять команды, заниматься детьми, развивать детей, давать возможность детям заниматься любимым видом спорта. Отдельно хотелось бы отметить работу Самарской городской федерации хоккея. Новое руководство этой организации занимает очень активную позицию в развитии вида спорта на территории городского округа. Самарский этап «Золотой шайбы» продлится три недели. Матчи будут проходить на крытых катках «Кристалл», «Салют», «Орбита» и «Маяк». За это время юные хоккеисты сыграют 28 матчей. Впервые турнир пройдет по круговой системе, то есть в каждой возрастной группе команды сыграют друг с другом и выявят настоящего чемпиона. До этого года проходили отборочные соревнования после жеребьевки, а затем плей-офф. Новых обладателей «Золотой шайбы» самарцы узнают 29 января. Сергей Кезоркин, Константин Головин. События. На этом наш выпуск завершен. Заходите на сайт Самары ГИС, подписывайтесь на наш телеграм-канал и на официальные страницы в социальных сетях. Будьте здоровы, всего вам самого доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова